В коротких шортах, в майках на бретелях, с открытыми животами очень-очень-очень-очень много. Если ты хочешь сесть ко мне, я такая, ой, нет, спасибо. Сказал нам Яксенмаш и Джин Кой. И Джин Кой, учитель как будто, не знаю, он горит своим делом, он живёт этим. И как бы классно. Всем привет, сегодня наши девчонки идут первый день в школу. Он там за кустами подъехал, в жёлтый школьный автобус. Дети попросили нас не стоять рядом с ними, потому что хай-скул, старшая школа. Чтобы не компрометировать их перед остальными учениками, что их провожают родители. Здесь вот грузится наш автобус, а вон там дальше, вон мигалки там горят, грузится ещё один автобус из соседнего ранчо, вон там будет ранчо, из соседнего комбинута. Всё, поехал наш автобус. Интересно. Удивило нас немножко школьное расписание. Оказывается, оно одинаковое каждый день. То есть у них каждый день им поставили вот семь предметов, и они на протяжении года у них одинаково эти семь предметов будут идти. Причём поначалу, там ресурс нам такой дали, пароли, мы зашли. Несмотря на то, что мы выбрали предметы, которые мы хотим изучать дополнительные, мы получили расписание, и там оказалось, что там совсем не так всё, как мы хотели. Вот. Ксюше вообще дали китайский язык. Мы были в шоке, боялись, что, может быть, не сможем вообще поменять теперь это всё. Две физкультуры каждый день. Одна физкультура баскетбол, и одна написана просто ещё какая-то командный спорт. Ну, они любят очень спорт, но просто из семи уроков две физкультуры, когда они хотели что-нибудь по искусству, по направлениям искусства, по направлениям искусства им обеим поставили гитару. Ксюша хотела гитару, но не на первом месте из искусства. А Диана вообще хотела изобразительное искусство, арт. В нашей школе много направлений разных, поэтому есть выбор. И я на родительском собрании, которое было в понедельник, обратилась к помощнику их руководителя, как декан такой. У них все дети поделены на пять групп, у каждого свой руководитель. И он сказал, напишите мне на e-mail, попробуем что-то сделать, потому что распределение предметов, заявки принимались весной. А поскольку мы в школу подали документы вот только в июле, то, соответственно, все, что осталось, какие-то места, какие-то предметы, туда их и отправили. Им дали алгебру, какую-то социальную науку, там аббревиатура сокращенная, поэтому я даже не знаю, что это. Две физкультуры, гитару, английский и китайский. И все, по-моему, да? Да, вот и есть семь предметов. Мы написали изменения, свои пожелания. На утро пришло письмо, что мы, ну, все, что смогли для вас сделали, мы были очень счастливы, что вошли в наше положение. Вот, и смогли как-то все-таки выделить для них места. Значит, Ксюше китайский изменили на английский, гитару оставили, но мы не просили ее поменять. А вместо одной физкультуры, где командный спорт, поставили баскетбол, вместо командного спорта ей поставили музыкальный театр, мюзикл, то, что она хотела, на первом месте из искусства. У Дианы извинились, что не могут ей изобразительное искусство поставить. У них есть направление 2D и 3D, что мест совсем туда нету. И тоже ей поставили музыкальный театр вместо одной физкультуры. Алгебру поменяли на геометрию. Но у них все равно за 4 года надо будет и то, и то пройти, поэтому, по сути, неважно, что они сейчас пройдут первоначально. И вот так теперь каждый день у них будет вот такой набор предметов. Два английских. Нам как раз сейчас надо два английских, потому что подтянуть надо английских. Каждый день два английских. Дальше геометрия, социальная наука, гитара, музыкальный театр и баскетбол. Вот такой крутой набор предметов у них будет каждый день. Это классно. Уроки длятся по 47 минут. Расписание такое интересное. По 47 минут уроки, перерывчики по 5 минут, большой перерыв 30 минут обеденный. И один урок, чтобы подогнать обеденный перерыв под ровные минуты, длится 49 минут. Так интересно. 49 минут длится один урок, все остальные по 47 минут. Все ровненько, все четко, все одинаково для всех. Автобусики всех привезли. Все вот это вот 7 уроков прошло, автобусы всех забрали. Если дети хотят дополнительные какие-то предметы, пожалуйста, можно брать, но тогда их нужно будет забирать родителям на машине со школы. Но пока первый год, въезжаем во все. Вот 7 стандартных предметов, пока ничего дополнительного не берем, пускай они посмотрят вообще на это все, как оно все будет происходить. По поводу питания. Завтраки бесплатные. То есть их привозит автобус в школу. Они сразу идут в кафетерии и забирают свои завтраки. Их можно просто забрать. Там, например, сок и там сэндвич какой-то. Ну, что-то такое, что можно забрать с собой. Вот, меню тоже у нас есть на сайте. Разное. Ну, оно такое, как перекус такой с утра. То есть сделано для того, чтобы там, если дети не успевают поесть дома, чтобы они могли прийти в школу и покушать. Ну, там напитки на выбор есть. Сок, молоко. Там я что-то смотрела раз. Обед платный с этого года в этой школе. То есть были обеды бесплатные, но сейчас вот с этого года обеды платные. Значит, по поводу обеда. Стоит обед 2 доллара 75 центов. Тоже одинаковая стабильная цена, одинаковая для всех. Есть счет родительский. И у ребенка есть пин-код. То есть я пополняю счет. Ребенок просто по этому пин-коду получает свои обеды. В понедельник они были на школьном ориентировании для первокурсников. Полностью водили по школе. Все показали. Вак там в зале для них выступали. Там же они купили замочки для шкафчиков. Выбрали себе шкафчики. По 5 долларов стоит замочек. Также вот нам сказали, что на физкультуру можно будет купить майки. Они там как любят баскетбольные. Если команда, то там, я так понимаю, все в какой-то одинаковой форме будут. Ой, автобус идет. Наверное, еще за кем-то, да? Еще про парковки хотела рассказать. Огромные парковки перед школой. Парковка для учителей отдельно. Парковка для старшеклассников отдельно. Выкупленные места. Это огромная парковка общая. То есть, ну, непросто выкупленные места. А все могут туда ставить свои автомобили, ученики. И заезд родителей такой по кругу идет. Этой огромной парковки. И длинный-длинный тротуар, в который восстанавливаются машины родительские, высаживают детей. И дети уже по этому тротуару движутся в направлении к школе. Находят так довольно не прям рядом со школой, потому что парковки, еще раз повторюсь, огромные. И надо немножко еще до школы пройти. Но движение, конечно, огромное. Потому что каждый класс, вот, 9-й, 10-й, 11-й, 12-й, примерно где-то по тысяче учеников. Представляете, какой объем. Учеников приезжают в школу. Кто-то у нас прыгает. Рыба или лягушки. Может, крокодил сейчас выскочит. На территории школы много зданий, кампусов. Есть фотографии, нам давали на родительском собрании. Вечером в понедельник было уже родительское ориентирование в 6 вечера. И тоже все родителям подробненько объясняли, как и что будет происходить в школе, по предметам, по часам. Вот, сколько нужно набрать там кредиты, это называется, за обучение, за школу. За время школы каждый предмет дает там определенное количество кредитов. Ну, вот у них сейчас получается по одному. Каждый предмет за год им даст по одному кредиту. То есть, если они в 7 предметах проходят, это вот они наберут 7 кредитов за свой 9 класс. А для выпуска, для поступления в колледж, по-моему, минимально 24 или 26 кредитов. То есть, определенной какой-то школьной формы нет. Стиль одежды свободный, но на собрании и в рассылке четко указано, какая должна быть одежда. То есть, это не должно быть каких-то коротких топов, коротких юбок, шор. Должны быть закрыты плечи, не должно быть глубоких вырезов. Просто это старшая школа, и там учатся дети от 15 до 19 лет. Ну, в основном, в среднем, 15-19 лет. Не должно быть никаких нашивок, наклеек, надписей на одежде с какой-то там политической направленностью, или там ненормативной лексикой, ну, понятно, да. Также мы вот как-то в Польше заполняли все в бумажном варианте, везде подписывали все по поводу интернет-активности, разных разрешений и так далее. Здесь это все в электронном виде, на сайте. То есть, опять же, на нашей страничке, пароле, который нам выдали, все эти подписи мы поставили в электронном виде. Много разных предупреждений, разрешений, что можно, что нельзя в школе, что родители там оповещены. Родителям платить ни за что не нужно. Автобус доставляет детей бесплатно. Как я уже говорила, завтраки бесплатные. Только вот платный обед. Какой у нас зайчик красивый. На территории у нас много зайцев, на территории, которые живут просто сами в природе. Велок много. Ну, естественно, ящериц очень много. Маленькие они такие, бегают везде. Живут все спокойно, никто их не трогает. Правку едят, газончиков много. Вернемся к оплатам. Ничего мы не сдаем, ни за что не платим. Все эти предметы, даже дополнительные, все это бесплатно. Ну, вот единственное, да, я говорила, замочек только купили. И, может быть, там футболки еще нужно будет купить. И все. Для того, чтобы пойти в американскую школу, пакет документов я рассказывала в предыдущем видео. Можете его посмотреть. И вот к нашему помните подъехал автобус забирать детей уже в Middle School. У него открыты такие знаки Стоп. Вот, бегалки горят. И все машины должны стоять и ждать, пока дети все сядут в автобус. И то же самое будет при высадке. Пока все дети не высадились, автобус не двинулся, ни одни машины не имеют права двигаться. Ни в этом направлении, ни в обратном направлении. То есть, вон там на поворотике тоже стоит. Машина выезжает, и она тоже стоит, ждет. Еще, что нас удивило, здесь в американской школе, извинялось руководство, что детям не выдали ноутбуки в первый день. Что они заказаны и придут с задержкой где-то к середине сентября только. Но у каждого ребенка будет свой собственный ноутбук, выданный школе, который он сможет возить с собой, забирать домой, на нем работать, обучаться. Это первый момент. И второй момент, который меня удивил еще больше. По поводу интернета. То есть, забота о тех детях, у которых дома нет, например, вообще домашнего интернета, им будут выдаваться бесплатно модемы для работы дома, чтобы был интернет. Хочу пару слов рассказать об уровне школы, как вообще попасть в хорошую школу в Америке. Дело в том, что все американские школы, общественные школы, бесплатные, они принимают учеников именно своего района. Поэтому, чтобы попасть в хорошую школу, соответственно, нужно жить в хорошем районе. Потому что школы, общественные в Америке, существуют, полностью финансируются налогами на жилье. Чем более дорогое жилье в этом районе, тем, соответственно, лучше школы в этом районе. У нас здесь сидит, сушатся птицы, крылышки. Вот так вот они расправляют на солнышке. Сушат, наверное, да? А еще классно, когда они вот на этих табличках сидят. Ой, где она у нас? И расправляют крылышки на этой табличке. Ну, вот наши девчонки приехали со школы. Сейчас узнаем, как все прошло. Ну, привет, девчонки! Как дела? Как первый день? Ксюша такая уставшая, сонная. Устала. Я отвыкла от школы. Как впечатления первые? Есть уроки, которые мне не понравились, есть, которые нет. Мне очень понравилась гитара, не понравился английский. Последний урок какой-то был непонятный, непонятно что. Ну, пойдем по дороге поговорим. Да, ага. Ну, как бы учитель там, боже, так скучно рассыпался был. Но все остальные учители в целом нормальные. По физкультуре был очень хороший учитель. Мы там ничего не делали. Он спросил, ну, отметил как бы все в списке. Спросил, откуда мы. Мы такие, о, да, мы из Польши, Белоруссии. И он такой, о, Польша, класс. У меня там что-то... Девушка или кто был из Польши? И типа она меня научила паре слов. Там он сказал нам... Яксенмаш и джинхой. И джинхой. И мы такие, типа, он спросил, ну, короче, поговорили там немного. Вот. Ну, и остальные... А, гитара очень классная была. Учитель как будто, не знаю, он горит своим делом. Он живет этим. По другим учителям не было сильно видно. Но вот этот учитель прям, уоу, респект, похлопаем, я буду ходить на его занятия. Потом английский, на который нас записали для учеников конкретно, которые не знают английского. Для тех, кто не знает, ну, как бы, не знают английский. То есть, кто из другой страны, эмигранты. Ну, и там было очень хорошо, было... вот, небольшой класс, короче, было очень круто. Да. Мы играли в бинго, и я выиграла в бинго, и мне она дала вот это. Конфеты, короче. Да, конфеты. Это где, на каком предмете? На английском. На доп английском, который для иностранцев. Да. Я там еще подругу нашла. Мы потом с ней были вместе на обычном английском последнем уроке, и мы поговорили. У нас уровень английского где-то 3 из 10 у обоих, поэтому наш разговор был очень нескладный, можно сказать, но мы подражались нескладно. Она из азиатских стран. Ага. Я не запомнилась какой-нибудь. Я никого себе не нашла, так что вот. Понятно. Но на пяти предметах вы были вместе, правильно? Ну, на пяти, да, да. Ну, на музыкальном театре мы попали только на 10 минут, либо на 5 минут, потому что мы вообще там в коротко сидели. И что там в итоге? Ну, нам дали листочки, типа записать то, чтобы родители подписали, и мы сами написать. Мы не успели сами написать, там дети стали в очередь, чтобы отдавать эти листочки, а мы ничего не сказали, просто забрали домой, потому что у нас следующий урок через, там, 5 минут, на которых в другом здании. Короче, отничем завтра. Надеюсь, она нам ничего не скажет. Но все дети отдали, так как никто не опоздал. А по поводу футболок, на физкультуру что-то? То, что завтра купить. Это 109 долларов. Да, и что-то там 3 доллара. Можем в тенечке постоять. Давайте я вас вот так. Ну, собственно, всё. Ну, и всё. Хорошо. Что с обедами, покушиваниями? Нет, нет. Мы просто... Было на времени. Нет, просто... Ну, в связи с нами. Мы искали кабинет. Да, мы пошли искать кабинет по гитаре, и ещё хотели в шкафчик сходить, сходить, положить вещи, так что мы не успели ничего. Мой шкафчик не открывается. Да. С моим всё нормально. Ну, разберётесь, откроете как-нибудь. Понятно. А кто... Сколько человек в группе, в классе? Много, там, может, 30. Много вообще большие классы, да? Большие классы. В каждом классе... Обычные большие классы. То в каждом классе, то там где-то по 20 человек минимум, поэтому все такие... Ну, короче, никто особо не общается, только те, что свои там... и просто все приходят на урок, слушают урок, уходят. Типа такого. Ну. Я без понятия, кто у меня в классе, ни в одном никого не запомнила. Однозначно по-другому. Ну и в разных классах это разные люди все, да? Конечно, да. А, ну вот еще. Короче, в автобус. Я когда зашла в автобус, то там была... Там, короче, все места были заняты по двум, и остались только по одному месту, типа, где кто-то рядом с тобой сидит. И я, короче, попросила сесть к какой-то девушке, как я думала, девушке. А это оказалась какая-то женщина, которая, типа, в автобусе следит за тем, за порядком, мы говорим, да, Ленка, ты хочешь сесть ко мне? Я такая, ой, нет, спасибо, просните. И какой-то пацанчик убрал портфель, и я села рядом с тобой. Короче, нужно первыми заходить, потому что мы зашли, все сели по одному. То есть автобус приехал не пустой, да? Нет, туда просто все зашли, а мы зашли последними. Он пустой пришел? Ну да. Автобус небольшой. Ну, там все зашли, сели по одному месту, оставили после себя по одному. Ну, у него видос внешнего, он большой. Ну, там просто все сели, как, ну, каждое. Окно, 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 и рядом. То есть это автобус исключительно для нашего комьюнити? Нет, там еще в какой-то, заезжали, там зашло 3-2 человека, и все. Ну, вот и все. Ясно, хорошо, страх ушел? Ну, страха нету, но непонятность во многом еще осталась. О, кстати, да, там в английском одна из литератур произведений, это Роман Аджелета, я ее уже читала. Что вы пожелаете нашим подписчикам, которые собираются в американскую школу? Ну, всего отличного, доброго, не бойтесь. Тут карпеть над вами никто не будет, скажем, все так, очень довольно лояльно, ты приходишь, ты уходишь, все, сам по себе молодец. Но не знаю, не нужно вливаться в коллектив, не нужно стрессовать. Учителя подсказывают, куда можно пойти, ну, там были в первый день все учителя стояли много на коридорах, и ты мог спросить, где вообще там билдинг 6-й, или занятие там какой-нибудь еще. Ну, а так, как бы, ты с учителями не совсем близок, я так понимаю, с каждого класса, потому что ты так... Да, у них много учеников, ты приходишь, они тебя один раз увидели, на следующий день ты уже... Понятно, большой очень объем учеников, по одежде, как дети вообще в первый день пришли, как одеты. Ну, в целом все одеты по дресс-коду, но почему... Нет, подожди, не все. Были девочки в коротких шортах, в майках на бретелях, с открытыми животами очень-очень-очень-очень много, и как бы... Класс, ну, вот так как-то... Как бы это нельзя, но так поприходили... Ну, наверное, это может не сильно строго, да? Да, может и так. Понятно. Вот, вот о чем рассказываешь. Ну, молодцы, поздравляем вас с первым учебником. Идемте кушать. Идемте кушать.